Временные рамки есть, хотя, конечно, обсуждение хотелось только, чтобы было. Итак, объявляю первый доклад. Юрий Федорович Постухов. Молекулярные основы эволюции парадоксального сна. Пожалуйста. Молекулярный председатель, коллеги, я с Вашего разрешения сяду. Я просто в Сочи упал с лестницы, у меня календарь повалил. Вода в колене. Так вот, доклад, в любом случае, говорится, парадоксального сна, слишком громкое название, конечно, здесь ее вопрос надо было поставить. Я по-другому называю типа ключевой функции сна, биологической. Мне пришла идея несколько лет назад, даже больше, постепенно она мне встречалась в литературе, но в литературе почти. А некоторые проблемы вообще не новые. Но я посоветовался с ребятами, с колоризованным снявением, ну, и решили все-таки сделать такой доклад, а линия для этого прислали слайды, хотя сами не смогли приехать. Ну, несколько слайдов, скажи. А почему с ними? Ну, как-то мы давно знакомы, и у меня получилось так, что я у этой команды, московской, был у всех оппонент. Так, если это акцент, поэтому мы с такими отношениями в первых словах я хотел показать российско-американское открытие, российско-американское происхождение парадоксальностно. Вот еще с 13-го года Урожанский, делал диссертацию в лаборатории у Ивана Петровича Павлова, и отметил фазические движения во время сна – лап, ушей, бибриз у собаки. В 1926 году Денисов и Фигурин отметили периоды учащения дыхания и движения плотных яблок у детей. А Андреев в 1934 году разработал даже методику регистрации движения плотных яблок. Все это – признаки парадоксального сна. Ну, быстрого сна и так далее, скажем. А в 1953 году вот Натани Эльдман, родившийся в Кишиневе, его аспирант Юджин или Евгений Адземинский, работавший в лаборатории университета Чикаго, фактически и открыли этот второй сон. До сих пор мы не знаем, зачем нам два сна, но тем не менее он есть. А это вот Мишель Жуве, который сделал очень много открытий по сомнологии, и то, что нас всех сомнологов удивляет, что он, как и некоторые другие, так и не получил мобилевской тренинги. Посмотрите на его лицо и на глаза. На кого он смотрит? Ну, явно на женщину. Это просто фотография нашей бывшей студентки, несговорок, которая делала диплом в нашем институте, потом переехала по Франции, и там сейчас работает и живет там. Так вот, Мишель Жуве часто говорила, что кто познает тайну сна, познает тайну мозга. В 1998 году вышел прекраснейший обзор, он мне больше всех других нравится. Это сделал директор лаборатории той же, в Чикаго, Литшашин. И из него вот эта цитата, которую я из своей статьи убрал, в констве сна еще предстоит открыть. Когда ее откроют, то большая пираль в биологических знаниях будет заполнена. Ну, вот открытий, кое-какие открытий достаточно много произошло с 1998 года, но пока что то, что касается парадокса мёсна, то здесь меньше всего. Ниже я покажу. Ну, для знакомства покажу картинки из книжки «Тайна зна» Барбелли, Александра Барбелли, который работал в Швейцарии. На первом, на левом рисунке представлены временные характеристики «Сколько человек спит?». Это опрос был сделан на миллионе человек в Америке. Но, как видите, с седьми до девяти часов это максимально число людей тратит на сон. Через определенное число лет повторили у этих же людей, у тех, кто остался, такой же опрос. Я сказал, что вот справа представлены сон и уровень смертности, и наименьший уровень смертности у тех, кто спит от семи до восьми часов. Видите, как вправо, те, которые больше, много спят, и влево резко возрастает смертность. Но что это такое восемь часов и треть жизни, которую тратит человек на сон? Это эталон как бы эволюционной или социальной адаптации? Поскольку есть ряд исследований, показавшихся в пещерах, например, что человек переходит на древний, так сказать, сон, на многофазный. Ну, много раз. Задима ложится спать. Здесь я привел просто название. Зелененький – это «Бодрствование», синенький – это «Медленный» сон, с которого мы начинаем с вами спать. Он несколько стадий имеет. Он еще имеет название распространенное. «Медленноволновый» сон, МВС стоит, и «Нонрем-слип». И парадоксальный сон, к которому мы больше всего привыкли за рубежом, в Америке особенно, это «Рэм-слип», «Рэбит-хай-мувмент-слип», то есть сон с быстрыми движениями глаз. Ну, здесь, в общем-то, смысловой ляг доложим в этой терминологии американцами. Вот этот синенький медленный сон, который 80% – это не сон. Это не парадоксальный сон. Это его название. Это «Нонрем-слип», без быстрых движений глаз. Но, в принципе, я лично приходу к мнению, что это не должно быть. Ну, что такое вот медленный сон? Это, прежде всего, экономия расходов энергии. Поскольку при переходе гомеотермии, эндотермии, расходов энергии, медленный сон, то вот один из механизмов экономии расходов энергии в суточном цикле и даже больше – это медленный сон. Происходит снижение и метаболизма, и температуры мозга, и дра тела, и тонуса, сосудистого мышц, артериального давления и так далее. Ну, хаоптически можно говорить об основах восстановительных процессов после бодрствования в медленном сне. Показано, что экономия расходов энергии мозга во время медленного сна тоже есть. То есть снижение скорости потребления кислорода показано в четверг глюкозы на 44% и в других фронтах. Все это приводит к повышению резерва свободной энергии, особенно в глубоком медленном сне. Это необходимо для осуществления анаболических процессов мозга. Во-первых, в 2009-2010 году было показано наконец, что при дельто-сне, при глубоком медленном сне, то есть при сне с повышенной дельто-активностью, на энциклограмме это от 0.5 до 4.5 Гц, происходит повышение, кратковременное, например, в уровне АТЭКов. От ничьей. Оно корреливает именно дельто-активностью. Но самое главное, в 1997 году наконец же сантеры показал, что происходит повышение скорости синтеза белков. И эта работа пока не подвергалась никакой критике. Все на нее ссылаются. Здесь показано, что происходит повышение скорости синтеза белков, которое коррелирует с увеличением общего времени глубокого медленного сна, ну, как показал мне, на конечных 35 структурах головного мозга у мака клетус, включающих ствол ног, геталярную, геталярную, снегидическую систему, гадальные ядра, ноги, ноги и другие. И это центральный факт, который лично менее давал покоя. Таким образом, ключевая биологическая функция глубокого медленного сна это увеличение скорости синтеза белков, которое происходит за счет снижения категорических процессов и увеличения визео-миндотизма. А что такое повышение скорости синтеза белков? Шуберц, а в 2000 году достаточно хорошо показал, что это может означать накопление белков с неправильной укладкой. Ну, примерно треть. Примерно 30% которые накапливаются, синтезируются в обычных условиях и особенно более интенсивно при различных стрессовых воздействиях. А это является сигналом для экспрессии шоперонов мозга. Ну, тех самых, с которыми мы работаем. к чему это приводит? Это приводит к активации молекулярных систем шоперонов различных. Хитшок, протеин 70, килограмм, тонн 40, динамичный, динамичный, что является первой линией защиты при самом различном стрессе и патологии. при ослаблении активности этих систем могут возникать агрегации аномальных клеток, гибель клеток, и это является основой патогенеза, нейродегенеракином заболеваний, сказав и других нейродограмм, но здесь немножко больше я нарисовал что происходит при проломбировании возрастания более обычного или при каких-то стрессах воздействия во время возрастания, которые обычно всегда возникают. Эта плеточная стресса не буду рассказывать, извините, по-моему. Самое главное здесь вот эта стрелка, потому что в условиях плеточного стресса происходит прекращение симптома о котором я говорю. этот весь клеточный стресс приходит в возраст с самим количеством белков с нарушенной укладкой и это является сигналом для геноэкспрессии Шоперона Мохи. Честно называется анфобит протерина респонса. Здесь чисто схематически нарисован цикл бодрствования сон, в котором могут происходить синтез белков и экспрессии Шоперона Мохи. Слева бодрствования вверху когда происходит экспрессия Шоперона протоколе могу показать если необходимо. и если много накопилось таких белков которые надо устранять то включаются другие системы деградации этих белков на фермеру дефицитин протоколе системы на ее долю больше всего это приходится с которыми мы тоже работаем. Еще раз синтез белков умеет а вот дальше развитие и развитие в глубоком медленном сне только в глубоком медленном сне в других стадиях это не происходит увеличивается синтез другого то что я вам не погадал при этом экспрессии шаперонов нет на исходе для нее нет условий так вот вот это и мой вопрос к себе и из-за этого я хочу доступить так где же это происходит вроде бы ключевая биологическая функция важнейшая функция для организма эти циклы бодрочная сна происходит в течение суток у всех животных у человека однажды в течение суток дальше покажу в течение всей жизни это очень жизненная совершенно причина разобраться где же это может происходить вот парадокс я не смог вопрос он рядом идет но ни одной работы ни одного навека литературы на это поэтому это у меня не научный доклад которые мы слышали некоторые доклады в предыдущих выступлениях лекциях но если хотите некоторый асцент может быть с фантазиями с догадками я решил так сделать уже более десяти лет пожалуй литература рассматривается в какой-то мире доминирует обобщение о том что ключевой функции сна является синтез белков и других макромолекул те которые здесь приведены а в биосинтезе белков и восстановлении сна важную роль играет шапионы классы пиосинтез пиосинтез и других классов в принципе работы продвинулись и например в бодрствовании и во сне правильно говорить в покое имеются разные функциональные изменения например сон покой происходит экспресс генов кодирующих белки участвующих регуляции синтеза белков и липидов консолидации памяти мембрана трансфа симатической передачи я порой это остановлюсь есть более расширенные простыни что происходит но в этом особо смысл эти гипотезы еще недостаточно обоснованы почему потому что они основаны на стрессовых моделях депривации сна и остается несколько главных вопросов например то что не ясно это что происходит это результат стресса или результат лишения сна вопрос остается нерешен дальше происходит массивная экспрессия шапионов какие из них ведущие какие имеют отношение к состоянию медленного сна или парадокса сна который не выделяется то неизвестно в принципе в общем больше можно говорить о состоянии покор потому что смотри на мушку которая сидит вроде порожицы даже регистрация сномочная не происходит так что такое парадоксальный сон вот здесь красная стрелка которая существенно отличает его функции от медленного новостного но самое главное это спонтанная периодическая активация мозга и вот здесь внимание во время сна не отдельно а обычно во время сна она сопровождается повышением церебрального травотока температуры мозга эгэдосинхронизации дикторисинхронизации тетаритма гиппокамки высшими движениями глаз фазическим движением подвергиванием конечности мышц лица ушей юблиз онкогенипулат скепитами спайки перёс эрекция колебания чистых дыхания пульс авторяемое давление сосудистого тонуса и яркие эмоциональные сновидения характерные а вот деревенькая стрелка которые они смотрят одновременно происходит снижение тонуса скелетной москулатуры мышечная атония все вы наверное помните какой-нибудь сон или в детстве или сейчас даже когда вам надо срочно убежать и вы не можете у вас мышки не работают но это такое бытовое бытовое наблюдение так это функциональный паралич мульс который характерен для парадоксального сна для нормального при болезни паркинсона бывает все наоборот бывает саптом мальцами во время парадоксального сна ну и угнетение регуляторных ответов на тепло и холод которые говорят как бы о свойствах для холодно-громных я добавлю еще к этому списку в принципе не помню то что утром у человека когда очень много парадоксального сна наблюдается пик сиприцей коптика строя вот на основании этих данных и ряда других Владимир Матвеевич Ковальзон высказал гипотезу своей монографии в 2011 году что фраза парадоксального сна представляет собой своего рода архио-бодрствование являющийся результатом эволюционной трансформации примитивного бодрствования холоднокровного Нину Гавриловна это никак не затрагивает она работала в состоянии покоя которая больше сходна и смертна волнового сна у нас есть совместные публикации парадоксальный сон она подпечит не только ну и возникает вопрос сам собой какие же условия притекания парадоксального сна именно как архио-бодрствование содержащего элемента эндогенного стресса представляет перестепенное значение перестепенное важное для гемной экспрессии шаперонов необходимых для установления нарушения укладки белков которые синтезируют за время глубокого умения наноска ну первое условие это сходство с бодрствованием то что я уже показал на предыдущей схемке дело в том что можно немножко забрудить и сказать что без стресса не может быть экспрессии шаперонов без стресса и патологии это защитники они реагируют только на подвижение это мы вот посмотрели а вот дальше хотелось бы два слова сказать о тесной взаимосвязи медленном медленном сна и парадоксальном они как могут взаимодействовать сна в принципе это да ответ да потому что это фактический цикл сна не только у человека но и всех теплогровных животных но появляется он только после развития эндотермии в момент ну дальше я остановлюсь коротко на достаточно ли продолжительность парадоксального сна и цикла сна без того чтобы совершились синтез белков и экспрессии генов шаперонов в них или недостаточно а вот последний я не знаю успею или нет особые результаты эволюции парадоксального сна и новые эксперименты за этот год ну вот поговорим о нас здесь ночной сон у человека так ну вот видите циклы циклы сна это вот начало снижения ступенечки это разные стадии медленного сна это глубокий медленного новый сон это глубокий медленного новый сон а здесь вот это парадоксальный сон это парадоксальный это парадоксальный здесь 4 цикла ночью обычно если там 8 часов обычный сон как видите здесь глубокий сон в основном после возрастания более здесь уже представлен хотя в этом на эту ступеньку тоже глубокий сон но уже все-таки меньше а парадоксальный сон увеличивается по трубам ну увеличивается соответственно и эмоциональное здесь вот плохо видно к сожалению вот это вот быстрое движение глаз нарисовано под эмоциональный сон яркие цветные сновидения вот то что здесь нарисовано в принципе вполне соответствует условиям если происходит синтез белка в глубоком медленном сне а экспрессия шаперона во время парадоксального сновремя вполне достаточно цикл 90 минут из них час на медленный сон меньше на глубокий и 30 минут на парадоксальный все это мышка из наших опытов вот видите снижение температуры снижение температуры мозга это медленный сон здесь снижение тоже медленный сон это бодрствование это все медленный сон а вот на фоне медленного сна вот эти печки это и есть парадоксальный сон ремс лепот нарисован это вот верит повышение температуры это парадоксальный сон сон то есть сон то есть внутри медленного сна стадий парадоксальный хаза парадоксального сна ну это вот из опытов которые сейчас идут сон здесь здесь слева вверху бодрствование вот это электромиограмма высокочастотной малой амплитуды активность здесь электромиограмма и здесь электромиограмма характерна для активного бодрствования но это медленный сон более высок амплитудные колебания а это парадоксальный во-первых электромиограмма характерна для бодрствования примерно такая же здесь быстрое движение от вас а здесь функциональный паралич скелетных мышц сравните с бодрствованием что здесь происходит здесь тоже из наших опытов головы мне очень нравится эта картинка ее ребята в своих диссертациях обычно использовали видите вот это парадоксальный сон всегда красный мы рисуем это медный сон синий это десинхронизация это быстрое движение глаз здесь еще то что мы добавили обычно не регистрируют это температура гепталяус отчетливо но спокойное повышение температуры тела здесь некоторое нарушение частоты ритма сердца во время парадоксального сона что характерно тоже а это более длительная запись у госпи вы видите красная это стадия парадоксального сона синяя это медный сон медный сон более длинная стадия большая длительность во время них снижается всегда температура мозга снижается и в очень короткой стадии парадоксального сона быстро возвращается парадоксальный сон в данном случае выступает как сторож гомеостана который не дает переходить какой-то критический период потому что не только температура почему трудности изучения сна возрастного потому что в них происходит изменение по амплитуде по направлению по выраженности всех физиологических функций и биохимических процессов поэтому когда я говорю по температуре это вообще не только температуре ну теперь второй вопрос коротко разберем это различие длительности выраженности парадоксального сна у животных здесь приведена здесь приведена табличка из работы Цепелин Сиган Доблер за 2005 год 20 ну 20 объектов так сказать животных а нам есть человек еще так вот а мы Кабадон пастухов Лухаметов в 1986 году рассмотрели то же самое для 1968 ну просто уже старый я взял 5 здесь я их разделил на две группы это тех у которых много сна и парадоксального сна первее всего и у которых мало ну не буду останавливаться подробно это Апоссум 5 часов парадоксального сна Харек 6 часов и по данным Сигала 7 часов парадоксального сна сейчас он 8 дает у утконоса монотрематора у лошади слона уже жирафа парадоксального сна всего 30 минут за сутки мало спящие но дальше мы коснемся почему здесь интересно что человек это должен стоять здесь между и Сигал так и сделал вот пожалуйста картинка Сигала примерно за те годы продолжительность парадоксального сна у них опитающих здесь долго спящие а здесь мало спящие опять же лошадь овца жираф вот о котором не знаю успею сказать нет самый интересный один из самых интересных объектов и против наших дельфин ну как ни старались с 75 года ребята целая группа пыталась определить парадоксальный сон дельфина фактически это не удается но вот они так сказать наскребли что можно считать минут 10 за сутки буду его определить ну а здесь два чемпиона это по длительности парадоксального сна утонут а это по общей длительности сна летучая мышь до 20 часов сутки кстати интересно такое сопоставление 9-граммовая летучая мышь спит много и кроме того впадает в толковую спечку живет около 20 лет даже куроток без земли такой же массы тела спит мало не впадает топовая спечка любит два года делать и вывы для себя так здесь я попытался еще раньше в 2011 году это было спубликовано по термофизиологии парадоксального сна целью написали статей те биологические характеристики животных у которых в процессе эволюции сформировался продолжительный парадоксальный сон какие же это биологические характеристики в основном это касается недрелости при рождении более низкой скорости основного метаболизма низкого уровня энерготрата температуры тела я имею ввиду как суточные данные так и годовые безопасность условия сна ну понятно глубокие ноги надежные движущие другие и так далее возможно совершение термонитарной зоны в которой парадоксальный сон имеет самые большие значения поскольку нет ни стресса любого и много состояния покоя и медленного сна ну вот посмотрим например незрелость при рождении вот здесь вы видите незрело рождающихся крыса и кошка это первые 10 дней посмотрите во сколько раз больше чем у незрело рождающих москвы вы знаете здесь вопрос остался не ясным до сих пор а почему у них не только как у новорожденных наблюдаются такие развлечения но они сохраняются и во взрослом состоянии пока это не ясно в антогенезе в раннем считается что еще большинство баксонов у них не достигает своих решений процессы все антогенезы не завершены не знаю что стать неправда то есть так или не так но такая точка зрения есть и частые длительные эпизоды парадоксального сна могут обеспечить как бы эндогенную активацию для экспрессии шаперонов которые участвуют в защите биосинтетического процесса те же самые закономерности наблюдаются и у человека если мы возьмем самые первые дни после рождения у ребенка то здесь на сон приходится 16 часов и из них 8 часов на парадоксальный сон то есть 50% цикл сна составляет до первого года 45-50 минут а у взрослых он увеличивается до 90 минут цикл сна это наименее изученный показатель но к сожалению я не могу на нем подробнее остановиться по крайней мере условия длительных эпизодов парадоксального сна в раннем антогене человека но можно сказать и у всех других теплогромных но приемлем для генной экспрессии шоперона хотя бы полдерения которые могут быть предоставлены для синтеза и экспрессии шоперона и вот эти же все условия я нарисовал тогда для для тех животных их очень много примерно я рассчитал в свое время 500 видов которые впадают в оцепенение и в летнюю и зимнюю здесь представлена годовая динамика температуры Мондо предпочитаем температуры Мондо предпочитаем температуры это та температура которая сам Суслик выбирает где строить ему гнездо зимой он строит только в самой холодной температуре это массы тела в 1,7 раз от весны осенью перед спячкой возрастает масса тела при том у Суслика примерно 50% это жировые резервы которые тратятся за рост течение длительного сезона торпора и гибернации и гибернации вот и на этом фоне изменения физиологических функций мы сделали годовую динамику парадоксального сна когда я докладывал американцев они брали за голову потому что таких данных вообще близко чтобы годовая динамика таких интересных функций была сделана в течение года но это конечно многолетние исследования так вот парадоксальный сон когда Суслик пропускается в скопе этой норы где еще много снега это в Арктике происходит примерно в 100 метрах от северного гидридовика океана мы популяции с популяцией работали и конечно парадоксального сна и вообще сна у него много его основная задача чего-нибудь перекусить и найти самочку поскольку очень короткий период для размножения в Арктике надо успеть не только родить но и воспитать чтобы бог люди потом успеет так вот здесь вот там где у него много жировых резервов здесь уже уже у него и много парадоксального сна это максимум но дело в том что вот здесь мы смотрели течение всей димы тоже сонный других физиологических функций и здесь очень интересно что количество того же парадоксального сна больше чем лето это мы смотрели конечно не при низкой температуре тела а когда он прогруждается и в течение 12-70 часов находится в своей холодной норе без пищи но температура у него в среднем уплаты здесь есть очень интересные данные полученные нашим коллегам наши лаборатории долгое время работали по сходу тематики это у университете но к сожалению где в какой-то мере подтверждается роль синтеза белков роль синтеза белков именно в эти периоды зимой а здесь я провел генетический анализ у 68 которые мы публиковали в 86 году видов которые относятся к различным отрядам здесь написано солнечные неполно зубые рукокрылые гордоной низкомоядные хищные и так далее это те виды это средний уровень парадоксального сна а это те виды которые не виды те отряды которые включают много животных впадающих в торпоре или спечку у них парадоксального сна больше а это те виды у которых или нет таких это те отряды которых впадающих ну или один два а это вот грызуны здесь впадающую спечку здесь не впадающую видно что длительность парадоксального сна существенно зависит от этих показателей за которыми стоит вот тот список биологических способностей но а здесь вот это знаете что от человечек вот это у меня третий раз получилось что всегда в середине человека ряда получается вот я уже показывал человека в декунстве парадоксального сна здесь тоже в середине и когда я еще считал температуру тела у всех млекопитающих то что можно было найти то у человека средняя температура тела только оказалась в середине может быть это и есть цель эволюции результат эволюции ну вот здесь можно было бы остановиться и сказать что вот те данные которые я привел в принципе позволяют сказать что условия протекания парадоксального сна как архиоподрствование содержащего элементы эндогенного стресса представляется более-менее приемлемыми для герной экспрессии шаперонов необходимость для устранения нарушения обладки белков и других нарушений которые сопровождают интенсивный синтез белков в глубоком медленном волновом сне ну у меня остался вот красным отмечен последний вопрос как объяснить особые результаты эволюции когда мало парадоксального цена вот если бы экспериментальная проверка мы частично наметили кое-что но это длительный процесс естественно подтвердит все-таки какую-то самосостоятельность вот этой гипотезы это может быть может послужить и ключом даже скажем каких-то неизвестных еще молекулярных механизмов парадоксального сна длиннее каких-то и они вообще неизвестны цикла сна и возможно позволить дать обоснованные ответы на вопросы почему утро вечером мудренее утро как давно на парадоксального сна почему теплопровные животные лучше подготовлены к встрече с агрессивным окружением после парадоксального сна а не после медленного сна ну например всем известно что к этому мало готов сдаются потому что мало парадоксального сна ну и с чем связана оптимальная длительность сна ну и зачем нам в конце концов два сна а не один вот ну не знаю удастся или не удастся и когда это удастся время еще немножко есть я могу немножко двинуться дальше нет а ну чуть-чуть это просто просто очень интересные факты которые я наносу плюдаю ну все если не удастся то вот до сих пор все-таки парадоксальный сон это одно из названных статей а состояние с необычной феноменологией неизвестными функциями непонятным биологическим значением ну и я добавил загадочным остается эволюционное происхождение и молекулярные механизмы здесь вопрос стоит о том что парадоксальный быстрый ремс не у всех животных одинаков даже по качеству вот особенность быстрого сна у апостола и у утконоса представителя моего термоза состоит в том что во время парадоксального сна наблюдается быстрое движение глаз которое является исключительным хорошим признаком парадоксального сна на фоне медленного сна то есть ээээ синхронизация и это настолько часто что некоторых сегал этим занимался он и нашел 7-8 часов на парадоксальный сон у одного и самого древнего друга но это не единственное исключение вот здесь очень интересно работа сделана леску на четырех трансах в природном заповеднике в Южной Африке вот видите они как у нашей волгей тоже днем очень много бодрестни ночи очень много медленного сна и парадоксального сна много примерно 24% температура здесь около 40 а здесь около 38 ночи я показываю вот из-за чего что парадоксальный сон вот красно-розоватым отмечено вот это вот парадоксальный сон истинный так сказать это эээээ десинхронизация быстрые движения глаз здесь нету только атоней мышцы а вот это тоже парадоксальный сон фактически он вот так пишет красно быстрые движения глаз нарушение движения головы и даже атоней мышечная то есть опять в одном флаконе и парадоксальный сон и медленный сон но далеко ходить не надо вот наших опытов тоже самое наблюдалось на голубях я уже показывал вот здесь парадоксальный сон по его обычным признакам а вот эти признаки продолжаются и на фоне синхронизации то есть здесь древотранин кусочек и медленного сна и здесь же продолжается еще даже подъем температуры тоже тот признак который мы нашли характерный для этого состояния здесь быстренько сейчас наверное скажу только что вышла тепленькая работа а давно не мечтали авторы это примерно 10 дней он может летать ну и наблюдали они 10 в течение 10 дней с датчиками укрепленными фрегат птица фрегат над океаном пролетает и записали у него сон сна сна у него на земле медленный сон длительность эпизода 28 секунд в полете 11 парадоксальный сон примерно одинаков это цикл сна а так в принципе вот сон представлен это на земле на земле на земле темная на земле в полете в полете возраста немного медленная у сна меньше но все таки он есть а парадоксальный сон вообще не видно ну то есть в принципе сона есть но ему мало вот это нарисовано просто умножить на 4 для того чтобы видно было нарисовать 4 короче в общем вывод такой что птицы которые могут планировать ну где-то около минуты вполне могут спать и в полете здесь 16 года в этом году работа вышла с которой мы пока еще не можем до конца согласиться она очень сложная технически в ней трудно разобраться до конца ребята сделали нашли у дракона который жив примерно 300 лет назад нашли колебания колебитической активности в одной структур мозга и на этом основании сделали анализ отношения дельта волн к баста волн вот это отношение и получили эти колебания цикл примерно 80 секунд 40 секунд на дельта преобладание и 40 секунд наоборот и посчитали что это соотношение между циклов медленного и парадоксального сна который зародился более-то давно но в общем по нашему мнению все-таки данный счет не доставлено сон вот эти вот рыбка зебра круглый череп считается что у них тоже есть сон но в принципе это не сон это просто покой то есть можно говорить только о покое как-то чайственники сна но лучше всего с этим разобралось и дыгарин на канал поэтому останавливаться на этом смысле нет ну вот еще колонок прислал слайд крокодил высоко организованное холоднокровное позвоночное осьминог самая высоко интеллектуальная позвоночная без позвоночного никаких признаков паразакционных сна нет и пар здесь это я не успеваю да здесь представлены отляли вот это его опыты северные котики они спят и на суши и в воде самое интересное что в воде у них они могут обходиться без ремсна до 1-2 недель а когда они переходят на сушу то восстановления нет ну или очень маленькое в принципе это вот показано 4 почка которые слева на суше справа на суше а это это количество паразакционных сна в принципе котики демонстрируют удивительную пластичность механизма сна а это однополушарный медленный сон это мы увидели одновременно только в разных полушариях медленный сон медленный сон в одном полушарии в одном полушарии в другом полушарии бодрствование в отличие это у них же здесь вот красивые картинки тоже однополушарного сна у дельфинов вы видите какие медленные волны это фактически глубокий медленный сон ну вот параметры которые были использованы для идентификации парадокса медленного от 75 до 75 до 75 до 75 до 75 медленного разбирались я должен был уверен что они все-таки нашли и во-первых полной неподвижности нет они все время в плаву быстрые движения глаз не встречаются но не типичные в фонте и не было в цепитальных спайках и не по компанию от этого ритма нет мышечные драйги и подергивания в свободных лаве в очереди в филах регистрируются но пожалуй даже больше во время возраствования и медленного сна и количество очень сильно мальтирует например у дельфина от полины от 15 до 100 в сутки таким образом парадоксалиусом может присутствовать для дельфина но в глубокой видоизмененной форме не в классической форме здесь есть у меня одно предположение но я с коллегами его еще не обсуждал возможно у них как раз которые раньше были наземными векопитающими потом перешли в воду возможно по какой-то причине у них сохранился сохранилось архиаболтурство в неизменном виде каком-то в котором и происходит может происходить могут происходить синтетические экспрессионные процессы благодарю за внимание с тем и депутатом очень большое спасибо за ценный замечательный доклад я думаю он всех оставил не равнодушными поскольку все теперь понимают что чем дольше они будут тем больше у них реакции не свернутые белков надо срочно спать, чтобы, соответственно, уже начинались процессы восстановления и синтеза белка и так далее. То есть мы понимаем, что мало спим, много спим, это приводит к таким негативным последствиям, и каждый об этом должен думать. И, соответственно, это много вопросов вызывает в аудитории. Пожалуйста, какие будут вопросы? Пожалуйста. У меня такой вопрос. Вот, исходя из того, насколько различным может быть паттерн синхронизации вот этих сна, когда продакциально умели на волну, активность мозговой, саркадное движение и все такое прочее, а насколько гомогенно состояние бодрствования? Ведь на самом деле многие физиологические процессы в состоянии бодрствования, они тоже подвержены ритмаментами. И может ли так быть, что у млекопитающих именно в определенную группу, которые имеют возможность позволить себе вот такое, у них возникло именно вот разделение, которое по времени. А просто у тех же самых прийтили, которые попоказывают, и у птиц, у них вообще характерно размазанные признаки парадоксального, они просто размазанные, накладываются по продукту, примерно одновременно происходят. Или эта смена происходит настолько быстро, что нам просто это не уложится? Ну, вообще, очень хороший вопрос, но мне нечего ответить. В принципе, активное бодрствование спокойно выделяется, конечно. Но поскольку это сомневается, большинство все-таки уделяет внимание анализу сна, сна и сна, то, что я показал. Единственное, что есть дипоза относительно старая, кредит Гиллера, о том, что сомн – это, ну, не ответ, а результат предшествующего возраста. То есть, в результате, вот, например, во время возраста уйдет расход энергии большой обычный, особенно в активе, особенно экономика этого расхода, восстановление. Ну, пожалуйста, вот, если мы будем искать, может быть, что-то есть, но первую путь. Можно. Спасибо. Очень интересно, на кого вы увидите. Пожалуйста. Игорь Федорович, скажите, пожалуйста. Вы там получаете, а то есть мне неудобно. Засидите ради Бога. Ну, я, слава Богу, вот вчера в сестнице не пал. Скажите, пожалуйста, вот какие-нибудь формы негаментозного выключения сознания могут стимулировать такие же репаративные биохимические процессы, как и сон? Есть ли модели, в которых нет покой, собственно, является цифрографическим показателем, а биохимия? Так, спасибо, Николай Петрович. Я не знаю, правильно я после жидкости принять или, наверное, другой какой-то, но вы знаете, целая эпопея, в которой я тоже участвовал, была связана с внедрением в практику дельта-пептида сна. Может быть, слышали. А изначально был неправильный посыл. Манье, по-моему, в 1983 году еще раздражал электрическим током Томянус у Кролика, получал медные волны, по-моему, около, ну, в диапазоне, в общем, где-то около 8 керц. И из этого круга выделил этот дельта-пептид. И этот дельта-пептид столько наделал за всю историю с аналогией, что, не дай бог, все время искали у него сон. Мы не нашли. Извините, и до Гавриева нашла. Вот. И, ну, со своими ребятами. Но все-таки оказалось, что этот дельта-пептид, и все-таки он продолжает. Вадим Тихонович Иванов, у него проводилась эта работа, то есть фирма-то серьезнейшая. И сначала думали, что, ну, немножко неправильно Манье дал структуру. Это девятичленные. Около 900 килограмм. 900 килограмм. И, ну, не знаю, потом я как-то добивался, и в конце концов, кончилось тем, что, ну, нашли какой-то небольшой антистресс. В том числе и наши ребята помогали, тоже искали. А сна не состоялась, потому что неправильно. Ну, медленные волны – это еще не сон. Например, мы, я когда работал, вводил атропинового типа, может быть, будет более понятно, амезил, метамезил и другие препараты, которые до сих пор собираем, сохранились. Наверное, так и, да? Эмхо-энергические, мускариновые. Вот. И кролик вроде бы спит. Тут такие медленные волны, которые мы пробить ничем не можем, никаким стрессом. А он лежит, цокает зубами. Подходишь, покажешь, ну, ладно, надоедает. Он перестает цокать. То есть это, вот, очень много таких проблем с фармакологией, когда, вот, путаница происходит от неправильного подхода такого. Можно продолжить? Может быть, дальше, да. Нет, я не совсем об этом спрашиваю. У меня, кстати, в данном случае вопрос состоит в чем? Что первично, что вторично? Первичен сон, который сопровождается биохимическими, ракуративными процессами или необходимость восстановления каких-то показателей, которые не могут происходить при том уровне бодрствования, которые есть, и, так сказать, они сопровождаются понижением уровня бодрствования и падением, так сказать, состояния сна. Не ставится ли так вопрос? Засыпаем мы, потому что нам нужно восстановить, ну, не сознание, а именно биохимию, или биохимия требует того, чтобы мозг впал в состояние покоя, иначе оно не может нормально восстанавливаться? Ну, это есть только теория. Но основное, о причине сна обычно говорят, что как бы два фактора. Во-первых, циркодианный, а во-вторых, ну, накопление и усталостей, и нейрохимических факторов, которые тоже вносят свое действие в процесс засыпания, если об этом речь. Это, кстати, теория, вот я на книжку ссылался, Александра Горбелия. Могу книжку дать более детально. Спасибо. Мой вопрос касается температуры мозга. Где вы мерили? Какая температура мозга? Или в глубине? Мы чаще всего брали температуру гипоталамусом. А, гипоталамусом? Да, но погружали не в гипоталамус, конечно, а над гипоталамусом, чтобы не разрушать его. Дело в том, что на поверхности мозга его температура очень зависит от кровоснабжения коры. И колебальное кровоснабжение меняет температуру. И вот тут получается довольно сложная завязка. Вот не было ли колебаний кровоснабжения в ваших исследованиях, связанных с изменением температуры? Ну, если ближе к телу, ближе к парадоксальному сну, может быть, тоже интересно будет. То здесь очень интересное явление, которое было открыто в Армиджиане. Он очень много лет работал к итальянцам. Мы с ними виделись сюда, в Гавайях съезды очень интересный черт. Они нашли вот что. Очень интересный механизм. 50 лет до этого примерно пытались найти, почему во время парадоксального сна повышается температура, за счет каких механизмов. Или повышается активность нейронов и вообще тканей мозга, так как повышается потребление кислорода, метаболические процессы. Или за счет сосудистых реакций. Так вот, парадоксальный нашел, что при начале парадоксального сна происходит внезапное уменьшение кровотока по сонной артерии. При этом компенсаторно увеличивается кровоток по позвоночной артерии, в которой более теплая кровь. Это не исключает участие механизмов нагревания мозга за счет повышения активности нейронов и так далее. Это тоже интересно. Но вот этот механизм очень интересный. Может быть достаточно, остальное потом отключить. Вы говорите о позвоночных, а в отношении сонных артерий или мозговых артерий есть какие-то данные? Так я и сказал, что это в позвоночной артерии кровоток уменьшается при начале парадоксального сна. Да. А конденсаторно он возрастает в позвоночной артерии. А в позвоночной артерии более теплая кровь, чем в сонной. Вот. Ну, очень красивый механизм, который, знаете, ничем интересен, что он не дает затраты энергии большой. Это характерно для парадоксального сна. В нем тоже идет экономия энергии, хотя основное его это периодическая, спонтанная активность, активация мозга. Активация. Пожалуйста. Следующий вопрос. В антогенезе человека четко есть изменение скульптуры сна, которое, в принципе, достаточно хорошо известное. Но есть еще такое явление, как дневной сон. У взрослого человека дневной сон. Но не говоря уже о культурологических традициях, средствия, есть просто люди, которые нуждаются в дневном сне, причем длительность его может быть достаточно короткая, но сон, который дает полноценный образ. Известно ли что-то о структуре такого сна и, может быть, его специфика какая-то? Могли бы Вы прокомментировать? Ну, можно немножко прокомментировать, поскольку Вы говорите о старении и о новорождении. Нет, я не говорю сейчас как раз об антогенетических. Я говорю о сне взрослого, здорового человека, который ведет активный образ жизни. Но это описано в мемуарах, что достаточно часто даже люди, которые, в том числе, а науки многое сделали и вообще очень активны были, но они нуждались в дневном сне. То есть вставали рано, потом где-то в середине дня, даже не обязательно с обедом, был отдых кратковременный. Причем, если так, я не могу сейчас точно сказать, это может быть и 20 минут, это может быть там час-полтора. Но, тем не менее, это присутствовало в жизни и 20 минут регулярно. Вот что вы думаете по поводу такого? Это ведь не покой, это все-таки тоже сон. Но, если не нужно, то... Ну, здесь очень много. Так? Как не делается, когда спят, когда спят, когда спят, когда спят, когда спят, я забыл, сиеста. Я забыл, как называется, сиеста. Нет, когда спят в жадких странах днем. Сиеста. Обычный сон. Это после обедения сиеста. Ну да, сиеста. Ну, вообще принято. Кроме того, я уже говорил в своем докладе, что молодые люди, не студенты, а исследователи, погрузились в пещеру глубоко, у них никаких датчиков времени не было, и они перешли на сон. Ну, число часов сна примерно сохранилось, а вот появление дневного сна было типично. Поэтому считают, что в древности человек, очевидно, спал не один раз в сутки тоже. Ну, они получили какую-то премию за это исследование. Ну, в принципе, здесь много можно говорить. Дневной сон известен. Дневной сон, дневная сонливость, это признак многих заболеваний, в том числе, нейродегенеративных. Вот. И то, что мы коснулись, вот допустим, наши коллеги по нашей просьбе посмотрели дневной сон в Ростове-на-Дону, у тех, кто, ну, у которых появлялись первые признаки болезни Паркинсона, оказалось, что он изменен и может быть использован в качестве маркера для того, чтобы развивается болезнь Паркинсона у человека или нет, потому что в нем изменилось соотношение допустим, парадоксального сна. Ну, не знаю, что еще это, и просто здесь такой вопрос широкий данный. Такие данные были получены Грей Уолтеру, в том числе парадоксального сна и болезни Паркинсона. Ну, мы на крысах вводили наш ингибитор протасонной системы, который устраняет, ну, ослабляет работу системы, которая убирает аномальные белки черной субстанции и получили увеличение парадоксального сна на 40% у них, которое можно было считать как ранней болезни Паркинсона, поскольку немного нейронов еще в этой модели погибало. А вот, когда мы перешли на модель введения этого вещества интраназально, то оказалось, что у нас страдает в основном медленная сона. И вот, в продолжение того, что я говорил, как ни странно, мы получили при интраназальном введении еще и снижение глубокого медленного сна. Не может ли это быть серьезным маркером, который может касаться уже и синтеза белка, и более серьезного душа? Спасибо. 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 Спасибо за вас. Я думаю, что здесь действительно дискуссия еще будет продолжаться и продолжаться. И, в общем, каждый, самое главное, что сделать для себя много практических выводов. Не только в отношении, собственно говоря, синтеза белка и церкви патриотического этикула, но и конкретно своей жизни. Большое спасибо. Еще раз давайте поблагодарю Евгения Федоровича. Я желаю патриотического